День за днём, множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого, ток-шоу, главная тема. В этом году милиция Беларуси отмечает вековой юбилей 100 лет на защите правопорядка. Сегодня в спецвыпуске программы вспоминаем вихи истории милиции Гомельщина, поговорим об имидже сотрудников милиции и об основных направлениях работы правоохранителей региона. Сегодня это главная тема, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы заместитель начальника криминальной милиции УВД Гомельского облсполкома, полковник милиции Геннадий Хмарик. Геннадий Николаевич, добрый день, рад видеть, милости просим. Заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома, подполковник милиции Андрей Горкуша. Андрей Николаевич, здравствуйте, милости просим. Заместитель начальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД облсполкома, полковник милиции Владимир Хименец. Владимир Михайлович, добрый день, располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ И председатель первичной ветеранской организации аппарата УВД облсполкома, подполковник внутренней службы в отставке Геннадий Курлович. Геннадий Федосович, с праздником, спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Вековой юбилей белорусской милиции. Думаю, будет правильно начать программу с страниц истории, каждая из которых не только кладезь интересных фактов, но и самые настоящие примеры для каждого из нас. По крайней мере, в этом уверен эксперт программы, полковник милиции в запасе, Александр Некрашевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Геннадьевич, здравствуйте. Рад видеть в студии на Пушкина 8. В 2017-м вы презентовали уникальную книгу. Назову ее «Уникальной», потому что аналогов в Белоруссии еще не было, в регионах тем более. Книга называется «Гомельская милиция. История и современность». Расскажите, как создавалась эта книга? Книга создавалась довольно трудно по ряду причин. В связи с тем, что никаких исследований до того по гомельской милиции не было. Не было основы, с чем работать. Это первое. Ну, а второе. Если у нас в архивах существовали какие-то документы о послевоенном периоде, то довоенный период у нас практически полностью отсутствует. В 1941-м году здание управления милицией было полностью уничтожено вражеской авиацией, поэтому все архивы, к сожалению, исчезли, сгорели. Какие времени вы потратили на эту кропотливую работу по сбору всех материалов? Значит, ну, историю я писал два года. Первая часть вышла в прошлом году, да, она охватывала период с 17-го по 17-й год. Так. Ну, и в последующем, к столетию, так, было решено добавить вторую часть. Ну, в связи с тем, что было найдено еще много очень исторических, очень хороших примеров о деятельности милиции. Поэтому было принято решение сдать ее целиком. Кстати, сегодня в студии на Пушкино-8 сын Александра Геннадьевича, старший лейтенант милиции Сергей Некрашевич. Почему решили пойти по стопам отца? Знаете, как бы это ни звучало банально, стать милиционером я хотел с детства. Это понятно, у вас был такой пример рядом. Да, именно. Особую роль в этом сыграло то, что у меня родители, мать и отец, были милиционерами. Несмотря на это, они никогда не подталкивали меня к выбору будущей профессии. И этот выбор я сделал сам. После школы я все-таки решил пойти в гражданский вуз, выучиться на инженера. Но достаточно быстро понял, что после университета я пойду служить в милицию. Владимир Михайлович, подключайтесь к разговору. А много ли сегодня династии в милиции Гомельщины? И что дает та самая преемственность поколений в первую очередь? Династии есть в каждом органе внутренних дел. В детстве все мальчики пытаются копировать отца. Но выбор стать милиционером, как правило, делается уже в зрелом возрасте. Когда осознанно идут на этот шаг, видят те трудности, те невзгоды, которые все-таки выпадали на долю отца. И готовы идти по его стопам. И как бы это ни звучало, может быть, высокие фразы, служить отечеству с полной отдачей. Не только юноши, но и девушки тоже идут по стопам своих родителей. У нас есть династии, которые в сумме прослужили больше века в органах внутренних дел. И это не только семья Александра Геннадьевича. Семья одиночкиных, Пырхов, семья Сопрыг, Врублевских, где дети и даже уже внуки служат в органах внутренних дел. Семья крепче, когда она живет общими интересами. Тогда легче служить и легче отдаваться работе. И снова к истории, Геннадий Федосович. А помните, каким был ваш первый год службы в милиции? Я связал свою судьбу с милицией в 19-летнем возрасте, в 1955 году. После окончания Могилевской транспортной средней школы милиции, которую я закончил с отличием, был направлен на работу дознавателем в отдел внутренних дел Железнодорожного райисполкома города Гомель. Конечно, теория, я должен сказать, с практикой действительно расходится многое. Тяжело было, трудно, значит, очень трудности и сомнения вызывали, и допросить, взять объяснение, тем более задержать преступника и так далее. Но благодаря помощи старших товарищей я был закреплен за опытным старым дознавателем, который, как в армии говорят, командиры говорят, делай, как я, и все будет хорошо. Если сравнивать материальную и кадровую оснащенность того времени и дня сегодняшнего, что профессионалам больше всего бросается в глаза. Оснащение технические средства были, значит, лошадь, повозка, грузовой автомобиль дежурной части, и легковая автомобиль победы был у руководства. И большинство сотрудников, и я в том числе, все, выезжали на место происшествия, выходили пешком, собирали доказательства, опрашивали свидетелей. Я вот лично разносил сам повестки, а потом люди приходили, и я допрашивал их в качестве свидетелей, подозреваемых и так далее. Геннадий Федосович, если честно, как относятся к критике и советам правоохранителей сегодня? Говорю сейчас про ваш совет, совет ветеранов. Должен сказать, как говорит наш руководитель, председатель Республиканского совета ветеранов, который работает длительно время министром внутренних дел, генерал-лейтенант в отставке Виктор Алексеевич Пискарев. Ветераны заслужили критику, чтобы критиковать молодых. Но должен сказать, что критика – это движущая сила. К вашим советам прислушиваются? Прислушиваются. Должен сказать, что в настоящее время в каждом органе подразделения созданы первичные ветеранские организации, которые, прежде всего, это защита социально этих же ветеранов, и второе, чтобы максимально привлечь ветеранов к общественной работе. Ну и, конечно, это еще и преемственность поколений. Преемственность поколений. Какой же праздник без поздравлений и добрых слов? С нами на связи начальник управления МВД России по Брянской области Валентин Кузьмин. Самое главное, что умение сохранить традиции, желания, их не просто сохранить, а приумножить. Вот это вот в гомельской милиции имеется. Очень хороший коллектив ветеранов, очень серьезные музеи. Мы прекрасно знаем государство, кто не помнит свои традиции, нет будущего. Так вот, у гомельской милиции будущее есть. Вот то, как они ее хранят, как чтят свои традиции. Поэтому я желаю только им здоровья, успеха в выполнении оперативно-служебных, а если это потребуется, оперативно-боевых задач. Счастья, мира всем нам. Итак, милиция сегодня. С какими показателями правоохранители гомельщины пришли к вековому юбилею? Геннадий Николаевич. Если уже рассматривать организацию работы по противодействию преступности в целом со стороны подразделений криминальной милиции, хочу отметить тот факт, что согласно критериям оценки, которые разработаны в Министерстве внутренних дел, подразделения органов внутренних дел уголовного розыска нашего области заняли первое место именно в борьбе, противодействии, установлении истины при работе по раскрытию преступлений. Если в целом оценивать организацию работы по противодействию преступности, не могу не отметить подразделения уголовного розыска Гомельской области, которые, согласно критериям оценки Министерства внутренних дел, заняли по результатам рамбота за 2016 год первое место в республике. Благодаря усилиям сотрудников подразделения по наркоконтролю была прикрыта деятельность, остановлена деятельность именно 60 интернет-магазинов по распространению так называемых спайсов, наркотических средств. Также привлечены к ответственности порядка 45 организованных преступных групп, которые занимались именно распространением наркотических средств. Ну и также сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями достигнуты достаточно высокие показатели именно в борьбе с экономической преступностью в нашей области. И все-таки, наверное, согласитесь, не без проблем, и это нормально. Какие болевые точки все еще беспокоят Гомельскую область? Если уже останавливаться на тех болевых точках, на которых вы говорите, то, естественно, сам факт количества краш в общем вале преступности, он достаточно высок, порядка 68% от общей преступности. Но в то же время противодействие этому виду преступления находится на достаточно высоком уровне. Раскрывается порядка 50% краш общего вида, ну и в то же время порядка 67% раскрывается краш из жилищ граждан. Но здесь, наверное, большую роль играет и бдительность тех же гомельчан. Конечно, это одна из основных причин. Никто, кроме как сам хозяин, как гражданин... Это с одной стороны. Но если посмотреть с другой стороны, то еще и без помощи неравнодушных граждан не обойтись. Не без этого. Я хотел бы еще остановиться на проблеме, которая все-таки остается достаточно высокой, это наркотизация общества. Хотя у нас наблюдается определенная тенденция уменьшения количества лиц, стоящих на учете наркозависимых лиц. Но в то же время еще тот уровень этой преступности не дает нам основания ослаблять борьбу, именно направленную на противодействие наркотизации общества. Именно перекрытие каналов поступления на территорию республики Беларусь, наркотических средств. Ну и та работа, которая ведется во взаимодействии со всеми субъектами профилактики, она должна, конечно, в любом случае совершенствоваться. Идти много со временем, потому что, что не стоит на месте, в том числе и преступность. Геннадий Николаевич, согласитесь, без помощи гомельчан, граждан не обойтись. Вот эту поддержку со стороны граждан ощущаете? Естественно, просто достаточно высоко хотелось бы оценить позицию наших граждан, активную жизненную позицию, которая позволяет нам также, где-то не при помощи этих граждан, раскрывать преступления, задерживать преступников. А вот и невыдуманная история, резонансные случаи в тему разговора. Напомню, 15 марта 2016-го. Средь бела дня молодой мужчина в неадекватном состоянии, полностью голым, ворвался в чужую квартиру. Схватил нож и начал наносить удары находившимся там четырехлетней девочке и ее 56-летней бабушке. Несложно представить, чем бы могла закончиться эта история, если бы не гомельчанин Анатолий Коротчиков. Анатолий сегодня в студии. Мой ребенок собирался идти на улицу и перед выходом, когда дверь увидел мужчину, голову, заходящий в подъезд, опять же закрыл дверь и сказал об этом мне. И в эту ситуацию, я думаю, надо же одеться, посмотреть, задержать преступника. Хотя все мы понимаем, что я не буду конкретизировать, но 50% граждан не обратило бы на этот случай внимания. Ну, голый, голый зашел в квартиру, наверное, к себе. Может быть, кто-то не обратил, но у меня все-таки дети есть. Я понимаю, что если уже человек разделся голым, то уже понятно, что неадекватный человек. Это любой бы человек, понял. Просто кто-то пошел бы, кто-то нет, но это другой вопрос. Вы зашли в квартиру, что увидели, как начали действовать? Ну, я когда услышал вот крики, я забежал в квартиру, когда увидел ситуацию, когда он уже наносил ножом бабушки, я уже сразу начал, ну, я даже не то, что там думал идти, не идти, сразу побежал на помощь, потому что такую ситуацию увидеть, кричащую девочку и женщину, да, да. Там уже не было раздумывания, ну, некогда было вернее думать. И девочку, и женщину удалось спасти. Да. Виталий Пристромов, начальник отдела информации, общественной связи, УВД Гомельского сполкома. Поступок Анатолия Коротчикова, это, наверное, все-таки тот случай, когда он был оценен по достоинству. И действительно, буквально через несколько месяцев было принято решение объявить благодарностью правами министра внутренних дел, генерал-натенанта Миниции Шуневича, и буквально в день образования милиции, значит, Гомельщины, в присутствии большого количества людей, это было очень празднично и в то же время трогательно, Анатолию была вручена эта благодарность. Ну, и, конечно же, мы имеем возможность поощрять денежными средствами таких вот людей, которые всячески оказывают помощь нам, сотрудникам милиции. Это действительно примеры, которые достойны подражания, достойны уважения. Анатолий, эти аплодисменты в ваш адрес. В этом году милиция Беларуси отмечает вековой юбилей. Сто лет на защите правопорядка. Сегодня в спецвыпуске программы мы вспоминаем вехи истории милиции Гомельщины, говорим об имидже сотрудников милиции и основных направлениях работы правоохранителей региона. Итак, сегодня это главная тема, и мы продолжаем. Время не стоит на месте, и для того, чтобы оставаться на шаг впереди, правоохранителям просто необходимо постоянно развиваться. Тем мы продолжим с экспертом программы, начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД обл. сполкома Игорем Александровым. Игорь Александрович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Подключайтесь к разговору. Добрый день. Значит, наш отдел создан был в 2004 году. Значит, отдел насчитывает в настоящий момент 18 сотрудников. Задача отдела состоит в выявлении и раскрытии преступлений в сфере информационной безопасности. Что сегодня является самым сложным в вашей работе? Какие направления? Любое преступление, совершенное в отношении гражданина, это уже преступление, и это горе человека. Поэтому первая задача нашего отдела – это выявление и раскрытие, чтобы злоумышленник не совершал данных деяний. Для граждан преступления в сфере высоких технологий – это вот что сегодня наиболее актуально именно для Гомельщина? Актуальность проблемы в том, что наши граждане находятся, регистрируются, заводят учетные записи в соцсетях. И даже зачастую не думают, что им просто необходима защита. Но вы-то на чеку? Да, как говорят, так точно говорят. Значит, на самом деле, когда человек регистрируется в сети интернет, в одной из социальных сетей, он не подразумевает о том, что злоумышленник уже, или наш гражданин уже становится жертвой. Потому что злоумышленник в первую очередь пытается завладеть уже информацией. В последующем, завладев, он пытается от друзей нашего потерпевшего получить данные о карточках, данную информацию, другую информацию, которая в последующем будет предназначена для получения каких-то материальных, либо в основном материальных благ. Когда злоумышленники, используя специализированное оборудование, специализированное программное обеспечение, завладевают информацией, или так называемых дампах карточек, пластиковых карт. В последующем изготавливают клоны, и в последующем совершают хищение дневных средств уже с использованием данных клонов. Да, сложное преступление, да, но все равно мы на чеку выявляем, задерживаем. Спасибо за работу. Двигаемся дальше. И сегодня наркобизнес поглощает сотни и тысячи людей. Как противостоять настоящей чуме 21 века, и каких успехов достигли в этом направлении правоохранители Гомельщина? Слово эксперту программы, начальнику управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД обл. сполкома Дмитрию Черткову. Да, действительно, наркомания – это чума 21 века, все верно вы сказали. И, к сожалению, эта чума не обошла и Гомельский регион. Ежегодно по линии наркоконтроля мы регистрируем порядка тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них четвертая часть – это преступления, которые связаны со сбытом наркотических средств и психотрупных веществ. Противодействовать незаконному обороту наркотиков, я считаю, что необходимо сообща всем государственным органам и подчиненным им организациям. И серьезным шагом в усилении борьбы с преступностью и именно с незаконным оборотом наркотических средств был шаг, сделанный нашим государством в конце 2014 года. Это был принят декрет президента номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков. Что он с собой влечет? Это жесткое наказание? Данный декрет управомочил органы внутренних дел на осуществление координации деятельности всех государственных органов и подчиненных им организаций в сфере незаконного оборота наркотических средств. Ни для кого не секрет, что еще несколько лет назад на интернет-пространстве можно было на территории Гомельского региона, да и в прочем республике, можно было приобрести особо опасное психотропное вещество – спайс. Я хочу сказать, что на сегодняшний день эта проблема под контролем. Действительно, она под контролем. Мы этот вопрос урегулировали. Владимир Михайлович, как видим, задача перед сотрудниками милиции не только сверхважная, но и зачастую опасная. Интересно, а много ли среди ваших коллег женщин? Женщин? Порядка 15% аттестованного личного состава – это лица женского пола. И из года в год эта цифра увеличивается. Они стоят на страже правопорядка наравне с мужчинами или все-таки приходится делать скидку на слабый пол? Ну, в некоторых ситуациях трудно даже сказать, кто более слабый пол. К счастью, все-таки милиция была есть, остается мужским. С мужским лицом, хотя у нее и женское название. Но ситуация такая, что женщин из года в год становится в милиции больше. Но не во всех службах. Так как все-таки не все функции могут выполнять женщины. Кстати, сегодня в студии на Пушкина-8 обладательница достаточно редкой профессии – женщина-оперативник, старшая оперуполномоченная отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД обл. сполкома Елена Будюкова. Елена Адамовна, подключайтесь к разговору. Так, женщины милиции слабый пол или сильный? Ну, хочу сказать, наверное, смотря в чем. Где-то мы слабый пол, но наш мужской коллектив придает, наверное, женственности больше. В общем, тут настоящая гармония, я уже понял. Что подтолкнуло вас прийти в милицию и что сегодня, по сей день, несмотря на высокий профессионализм и опыт, остается самым сложным? Ну, хочу сказать, что еще после окончания училища педагогического в 1995 году впервые я пришла в одно из РУВД города в отдел кадров и попросилась на работу. Но так как не было достатка образования, была отказана. С огорчением я ушла, но, как сейчас помню, я сказала, что я вернусь. Вернулась через 12 лет в тот же РУВД. Была предложена должность инспектора по делам несовершеннолетних, и я не жалею об этом. В дальнейшем, через 3,5 года, было предложено перейти в уголовный розыск, в отдел розыскной работы. Тяжелейший труд, рисковая работа. Что вас привлекает в этом? Какой-то своего рода азарт? Да. Занимаюсь я розыском без вести пропавших. Это сейчас очень, можно сказать, главное. Действительно, актуальная проблема и сегодня и для Гомельщина. Да, актуальная проблема. И каждый наш, можно сказать, потеряшка, как мы их называем, каждый со своей историей. И еще одна поздравительная открытка прорывается в эфир «Беларусь-4». С нами на связи известная белорусская исполнительница Лариса Грибалева. Разрешите от всей души поздравить вас с таким замечательным столетним юбилеем. Всю нашу белорусскую милицию я поздравляю и хочу пожелать вам самое главное простого человеческого счастья. Берегите себя, свои семьи, своих родных, близких. Ну и, конечно же, делайте нашу жизнь спокойнее, достойнее. И нас тоже берегите. С праздником, белорусская милиция! Что ж, ну а мы продолжаем. Дороги не только окутали наш регион вдоль и поперек, но и объединили два лагеря – автомобилисты и пешеходы. Что необходимо для того, чтобы их взаимодействия и их взаимоотношения были безопасными? Ну, в первую очередь, необходимо, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Ну и быть взаимовежливым друг к другу. Проявлять какое-то взаимопонимание. При этих условиях, я думаю, что, конечно, у нас сократится количество дорожных происшествий. И все-таки для того, чтобы пресекать и противодействовать, мы уже говорили в этой студии, просто необходимо быть сегодня технически оснащенным. Как в этом плане ситуация в структурах ГАИ? Конечно, время на месте не стоит. И сегодняшний современный сотрудник госфотинспекции, конечно же, отличается от того сотрудника, который стоял на дорогах 10 лет назад. Сейчас на вооружении и регистраторы, правда, пока не у всех, но это временная позиция. Планшеты с базами данных, терминалы для удобства оплаты штрафов на месте. Ну и та же техника, вы видите, на дорогах абсолютно новая техника у сотрудников госфотинспекции. Будут еще инновации, но о них мы будем постепенно рассказывать, что и в наших программах. Абсолютно верно. Я думаю, что никто не будет спорить. За последние лет пять машин в регионе стало в разы больше. К каким проблемам наиболее актуальным это привело? Да, за последнее время буквально автомобильный парк увеличился на треть. Госфотинспекция прогнозировала эту ситуацию и были такие довольно серьезные проекты, как программа «Минус 100», программа взаимопонимания. Благодаря этим программам, белорусско-республиканским программам, эти программы позволили снизить количество дорожных происшествий. Вы видите, что с каждым годом количество дорожных происшествий снижается, вместе с тем снижается количество раненых, погибших в них людей. Но проблематика в городах, конечно, остается. Это количество парковочных мест, узкие улицы, где водители зачастую не могут разъехаться. Но городские власти на месте тоже не сидят, и проблему видят. Вы видите, что и в нашем областном центре, и в райцентрах расширяются улицы, увеличиваются парковочные места. И в этом году такая же ситуация продолжится. Поэтому работаем в этом направлении. Знаю, с юбилеем гомельскую милицию сотрудники управления ГАИ. Гомельщины поздравили достаточно креативно. Расскажите, как организовывали этот флешмоб, назовем его так. Спасибо за вопрос. Но в первую очередь хотел бы поблагодарить сотрудников телерадиокомпании «Гомель». Оказали нам действительно серьезную помощь и поддержку при подготовке и проведении данного мероприятия. Всего было задействовано 32 патрульных автомобиля, более 100 светящихся дисков. Соответственно, довольно достаточное количество сотрудников. И мало того, это все было произведено, конечно же, в нерабочее время. Несмотря на усталость, сотрудники с радостью отозвались. И в конечном итоге получился довольно неплохой ролик. Действительно, еще одно важное направление для разговора. Имидж милиционера, об этом в последнее время особенно много говорят. Из чего он складывается, Владимир Михайлович? Складывается, в первую очередь, из уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел. Министерство внутренних дел постоянно проводит мониторинг уровня доверия граждан сотрудникам милиции. За прошлый год уровень абсолютного доверия составил более 63%. И в 16 районах он увеличился за год. Но уровень доверия, хочу сказать, складывается не только со скоростью реагирования на какие-то происшествия, либо сообщения. И граждане, да и я лично считаю, это наша прямая обязанность. Он складывается из внешнего вида сотрудников. С умением держаться с людьми. Не отмахиваться, если сотрудник несет службу на улице, от каких-то других вопросов, не связанных с милицейскими функциями, когда граждане обращаются, оказать помощь, совет, ориентировать гражданина на решение той или иной проблемы. Большую роль в этом также играют общественные формирования, добровольные народные дружины, молодежные отряды, охраны правопорядка. Ведь молодой человек, если не будет считать эту задачу важной и не иметь полного абсолютного доверия милиции, не будет оказывать содействие органам правопорядка, ну и ни в коем случае не подменяя наши милицейские функции, а только оказывать содействие. Спасибо за мнение, Геннадий Федосович. Имидж, слово такое новомодное, а вот все-таки... Очень модное. И должен сказать, что имидж складывается, во-первых, от профессионализма работника милиции, от его уровня образования, от его общей культуры в общении с гражданами. Должны принимать вежливость, внимание, заботу, я бы сказал, заботу. И главное, главное, это быть нерадонушным в чужой беде. Видеть прежде всего у каждого правонарушителя и преступника человека и относиться к нему по-человечески. АПЛОДИСМЕНТЫ Чем больше мы будем делать добро людям, попавших в особенно трудную жизненную ситуацию, тем больше будет нам доверия, тем больше будет нам авторитет милиции будет повышаться в дальнейшем. АПЛОДИСМЕНТЫ Кадры решают все, не нами придумано, но подмечено-то все-таки верно. Как формируется команда профессионалов милиции Гомельщина? Формирование начинается, наверное, все-таки с отбора на службу. Ведь критерии отбора – это не только уровень образования, это способность выполнять какие-то милицейские функции, уровень физической подготовки. Здесь включает и прохождение военно-врачебной комиссии, работа психологов, ну и способность выполнять свои задачи в каких-то критических условиях. Это обуславливается тем, что мы сейчас работаем с ранней профессиональной ориентацией учеников. У нас в городе имеется и кадетское училище, и правовые классы. Молодежь, которая заканчивает школу, обучаясь в этих учебных заведениях, является основой для поступления в наше учреждение образования системы МВД. Пользуясь случаем, хочу сказать, что до 15 апреля любой молодой человек может обратиться в любой территориальный орган внутренних дел по вопросам поступления в наше учреждение образования системы МВД. Мне подсказывают, есть дополнение в тему разговора. Предлагаю выслушать, пожалуйста. Александр Виктор Дмитриевич, родитель кадета здесь присутствующего, который обучается первый год в кадетском училище. Наш ребенок, в принципе говоря, сам захотел поступать в кадетское училище. Мы его только всемирно поддержали. Это было его решение. Даже наоборот, я, в принципе, ему не то что пугал, а говорил, как это будет трудно, как это будет тяжело. То есть настраивали, что это не такая уже легкая дорожка. Да, не такая уже легкая дорожка. Тем более, что это первый год, когда они находятся там на постоянном пребывании, на круглосуточном. И вначале действительно ему было тяжело. Но на его все, как бы, жалобы я отвечал, ты сам это выбрал, и если хочешь, я тебя заберу обратно. А что, подумаешь, он отвечал, нет, я буду учиться. Я поступил в кадетское училище в этом году. Свой выбор я сделал не сразу. До того, как я поступил в кадетское училище, я учился в обычной средней школе. К нам пришел подполковник Краев Владимир Салимович с двумя кадетами. Они также учились в нашей школе. Я на них посмотрел. Мне очень понравилась форма. И также понравилось то, что они рассказывали. Также в нашей семье есть еще мой дядя. Это брат моего отца. Он также майор в милиции, но на пенсии. То есть пример у тебя хороший, в семье есть. Кем мечтаешь стать? Летчиком. Вековой юбилей белорусской милиции. Как прошли торжества на Гомельщине? Что запомнилось больше всего? Ну, если уже действительно делать акцент на этом юбилее, на вековом юбилее, со дня образования белорусской милиции. Ну, естественно, это накладывало определенный отпечаток и на сам процесс подготовки к этому торжественному мероприятию. Было затрачено очень много энергии, в частности, сотрудников органов внутренних дел. Управление кадрового подразделения, которое также верстало программу, готовилось к этим торжественным мероприятиям. Прибыли гости из Российской Федерации. Также в зале присутствовали руководители областного уровня, городского уровня нашей области. Традиционно это огромная церемония награждения? Это, естественно, огромная церемония награждения, но ввиду уже значимости этого события, естественно, может быть, список был немножко и расширен, но в то же время сам процесс награждения, вот участие в этом процессе награждения заместителем министра внутренних дел, идеологической работе и кадровому обеспечению. Также накладывало определенные обязательства стороны сотрудников, которые участвовали в этих торжественных мероприятиях. Я считаю, что нам, в принципе, в целом удалось достойно как подойти к этому мероприятию с теми показателями оперативно-служебной деятельности, так его достойно встретить этим праздничным концертом. Большие города, пустые поезда, не в берега, не внах, все начинается сначала. За что, за что, за что, какое дело, за тое, за тое, как ты красива. Звучит музыка. ПЕСНЯ Так человеком просто стать! Всё будет просто, всё будет хорошо, Всё станет можно, подумай ещё. Слышно делаем шаг, мы поднимаем наш шаг, Слышно делаем шаг, мы поднимаем наш шаг, Своим волн государства. Геннадий Федосович, был на концерте, И, вы знаете, ваше выступление со сцены «Тысячника ОКЦ», Что называется «До дрожи по коже», Что вам запомнилось больше всего? Что запомнилось? Ну, столетия, есть столетия, это целый век, целый век. За век сменилось пять поколений, как я уже говорил, Пять поколений сотрудников. И мы от револьвера и телеги пришли к богатой технике, Автомобили, мобильная связь, интернет и так далее. Психологически изменился сам сотрудник милиции, Его профессиональное качество, Его профессиональная подготовка, Отношение к людям. И очень максимальное количество ветеранов принимало в этих торжествах. Что особенно, и очень ветераны довольны, Значит, и концерты, и организации. Присутствовали руководители области, города, Гости брянские, в том числе и мой коллега-председатель Областного совета ветеранов Брянщины. Так что, грандиозные события, А главное запомнился, это парад. Парад, который проходил в городе Минске, Подразделение органов внутренних дел, В том числе и наши представители там проходили мимо трубуны. Так что, очень грандиозные события, Эти юбилеи запомнятся навсегда, До конца нашей жизни. Но и это еще не все. К столетию белорусской милиции Гомельчане подготовили свое поздравление В музыке и стихах. Песня вполне может претендовать на звание Неформальный гимн правоохранителей страны. А вот и команда, которая спела о чести и доблести. Здравствуйте, Александр, уважаемые зрители и телезрители. Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» сегодня представляет вам песню «Честь и доблесть», Подаренную автором Татьяной Цукановой, Написанной специально к столетию милиции для УВД Гомельского облсполкома. И, конечно же, уважаемые коллеги, Пользуясь случаем, еще раз поздравляем всех вас со столетием милиции, Всех-всех земных благ и удачи на службе. Рассказать о милиции Гомельщины и вложиться в 40 минут оказалась задачей не из простых. Надеюсь, что с большего нам это удалось сделать. В завершении песни и, конечно же, аплодисменты из студии на «Пушкина-8» в адрес правоохранителей региона. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам, конечно же, есть чем гордиться, Службу вашу здесь ценит народ. Много трудностей может случиться, Твердым шагом идите вперед. Честь и доблесть несите вы вечно, Совесть службы храните везде, Охраняйте покой, вы наш честно, Вы наш доблестный строй МВД. Ваш мундир – это доблесть и слава, Чтите память, я вами горшусь, Процветай наш народ и держава, Наша чистая Белая Русь. Честь и доблесть несите вы вечно, Совесть службы храните везде, Охраняйте покой, вы наш честно, Вы наш доблестный строй МВД. Честь и доблесть несите вы вечно, Совесть службы храните везде, Охраняйте покой, вы наш честно, Вы наш доблестный строй МВД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова